Партия 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 успеха, эта партия будет действовать только и исключительно в интересах правящей олигархии. Это относится и к Коммунистической партии, и к Справедливой России, и к ЛДПР, которые имитируют оппозиционность. Ее нет, нет ни грана этой оппозиционности. Есть имитация и особая подлость всех этих партий, что они морочат нам всем голову, рассказывая о том, что они борются якобы с Единой Россией. Не борются, они борются с нами, с вами, с гражданами, с избирателями. Они трижды лжецы в сравнении с единороссами, преступниками. То есть эти тоже преступники, но еще и лжецы. Партия Справедливая Россия – один из ярких образцов бесхреметности и продажности. Она создана не у президента, который разыгрывает все эти спектакли с выборами и марионеточной конкуренцией. Справедливая Россия образовалась на руинах партии Родина, которая была уничтожена именно потому, что перестала быть марионеткой. Ее актив предан собственным руководством, решившим сдать свою инфраструктуру ни в чем не внятному Сергею Миронову, как будто на посмешище, поставленному на пост спикера Совета Федерации, как будто в опровержении всех разумных основ политики, создавшей для себя партию жизни, чья первая же инициатива вызвала всеобщий хохот. Это было требование защитить русскую выхухоль. Именно в этом смысле слово русское и употребляется в этой партии, больше не слышал, не замечал. Почему-то все решили, что странноватый Сергей Миронов это и есть та самая выхухоль, за которую на парламентских выборах 2003 года некому было проголосовать. В марте 2006 года главный кремлевский интриган Сурков решил использовать выхухоль. Он сказал так. Нет общества второй ноги, на которую можно переступить, когда затекла первая. В России нужна вторая крупная партия, которые должны в перспективе перейти голоса, которые собирают партии левого уклона с сильным националистическим привкусом. Имелось в виду как раз Родина с сильным националистическим привкусом. Подшивки, которые создали жиропенсы, так их называли партии жизни, партии пенсионеров и Родина, жиропенсы, дали переползти избирательный барьер на выборах 2007 года. Только что образовалась партия, и уже, пожалуйста, она в парламенте. Они получили 7,7%. Судя по приемам, которые используют кремлевские политтехнологи, невинятные партии с невинятным лидером досыпали голосов. В 2008 году к СРМ перешли из КПРФ, Дропека, Горячего, Пономарев, СЛДПР, Алексей Митрофанов, СССР, Алексей Ковалев, Елена Мизулина, Олег Вихеев. Интересно, как чувствовал себя депутат Справедливой России Мизулина, противник педерастического логи, она сама об этом говорит, рядом с одним из самых ярких его представителей, защитником извращенцев Алексеем Митрофановым, а также рядом с Олегом Михеевым, прославившим тем, что содержал у себя помощников педофила, который дошел в своих склонностях до преступления, был арестован и осужден. На 2011 год кремляне запланировали обострение ситуации в связи с резким падением уровня жизни и решили превратить выхухоль в оппозиционеров, дав им собрать голоса недовольных, которые позабыли, что Миронов это вторая нога по открытой власти. И Миронову многое было позволено. Он открыто выступил с заявлением, что не поддерживает Владимира Путина. Но за кулисами Единая Россия и Справедливая Россия заключили договор о коллекционных действиях, совместной поддержке Медведева и Путина, в особенности в противодействии экстремизму, то есть русскому движению. Сговор предусматривал согласование позиций по кадровым решениям и пакетное соглашение при формировании руководящих органов будущей Госдумы. Так всегда происходит у человека играющего. Придуманную им игру он с какого-то момента начинает считать реальностью. В апреле 2011 года председателем партии был избран послушный человек в футляре Николай Левичев, чьи полномочия, вопреки российскому законодательству, были ограниченные решениям лично Миронова, который перестал быть председателем партии. Миронову также пришлось покинуть пост главы Совета Федерации и тем еще больше усугубить впечатление своей оппозиционности. Кроме того, в том же году бывший лидер Родины Рогозин объявил Миронова в рейдерском захвате его партии. На критике режима и имитации оппозиционности Справедроса собрали 13%, или точнее им собрали. Иллюзия оппозиционности позволяла фальсифицировать итоги выборов в больших масштабах. Это к тому, что не всякая оппозиционная партия действительно является оппозиционной, если правильно говорить. Это одно из средств обмана, имитация политической системы, в которой мы живем. Если в 2008 году поддержка на президентских выборах кандидатуры Дмитрия Медведева была со стороны Справедливой России безоговорочной, то в 2012 году при утверждении его в должности премьер-министра Миронов потребовал от своей фракции, либо консолидированно голосуем против, либо не приходите в зал. Это опять имитация оппозиционности. Миронову нужно было продолжить игры в оппозицию, но не все марионезочные депутаты его фракции готовы были так рисковать. Они всегда открыто выступали на стороне кремлян и голосовали синхронно с Единой Россией. Так и в будущей Думе, если туда снова просочится Справедливая Россия, значительная часть их фракции будет голосовать как Единая Россия. Сто процентно. В 2016 году имитации продолжились уже сейчас. На усиление выкупали снова брошенные марионетки из других фракций Думы, из Единой России и ЛДПР. С Единой Россией Миронов, как всегда, заключил соглашение о разделе одномандатных округов. Миронову выделили места, где конкуренция искусственно снижена и он снова будет фальсификатором политического многообразия, которого в Российской Федерации не существует уже давно, как минимум с 2006 года, когда образовалась Справедливая Россия. У эсеров нет идеологии, нет программы. Изначально ее программа была списана с программой партии Родина. Из нее лишь удалили все существенные вопросы государственного и национального строительства. Остались только благопожелания, которые по большей части в принципе не могут быть реализованы в сложившейся политической системе. Вот эти неисполнимые пожелания Миронов вновь вписывает свою предвыборную программу, называя это социал-демократизмом и модернизированным социализмом. Что касается отчета об исполнении своих прежних обязательств перед избирателями, то этим выхухоли никогда не были озабочены. Отчетом они считают объявление о количестве внесенных ими законопроектов, в том числе и по просьбе администрации президента, и численности депутатов регионального и муниципального уровня, которые подкрепляют вторую ногу партии власти. Можно с уверенностью сказать, что мы имеем дело с циничными лжецами, которые обманывают избирателей и делают смущенно невинную мину в духе голубого воришки из 12 стульев. Они никогда не будут добиваться того, что записано в их программе. Более всего сущность выхухолей понятна из поведения основателя этой партии. Сергей Миронов впервые вышел на федеральные выборы в 2003 году, пытаясь привлечь избирателей, включив во главу своего партийного списка. Еннадия Селезнева, административный ресурс, Валентину Терешкову, героя советских времен, и Николая Баскова, который представляет своим так называемым искусством золотую элиту нынешнего режима. Партия жизни получила чуть меньше 2% голосов, как ни старались кремлевские политтехнологи поднять ее от нулевого уровня. На выборы президента 2004 года Миронов пошел, заявив о поддержке Путина, и занял на этих выборах последнее место менее 1% голосов. Не зная, как еще услужить начальством, Миронов перед выборами президента в 2008 году предложил ввести в Конституцию норму о возможности быть президентом три срока. Больше ничего существенного в его политической деятельности не было и не предвидится. Зато Миронов – почетный профессор 13 вузов и имеет 6 наградных пистолетов, одновременно выступая против легализации короткоствола. Видимо, быть политиком Миронову мешают семейные проблемы. Он женат в четвертый раз. Вот такие у нас депутаты и лидеры общественного мнения. Второй основатель – Александр Бабаков, главный погубитель Родины, которую он формально возглавлял. Он получил за предательство в пост вице-спикера Думы в 2007 году. При этом его предательство Родины состоялось задолго до ее разгрома, который состоялся в октябре 2006 года. Еще в апреле этого года он получил место в совете при президенте по реализации так называемых национальных проектов, о которых теперь все забыли, отчитываться нечем. В 2011 году Бабаков предал ИСРов, объявив, что партия стала маргинальной. Миронов проводил Бабакова в путинский ОНФ, теплыми словами сказав, что это ожидаемый закономерный шаг. На выборах 2011 года Бабаков был избран в Думу о Единой России, прежних воровов Родины, в которой он состоял. Природный предатель является украинским бизнесменом. В его владении украинские энергокомпании, гостиницы, офшорная компания, поместье во Франции, квартиры в Париже. Третий соучредитель партии Игорь Зотов, сыгравший роль третьего партнера при слиянии с Родиной и партией жизни. Как политический миноритарий он в 2007 году был поставлен не на самое видное место в партийном списке и в депутаты не попал. В Думе он оказался только в 2011 году, но по большей части был на стороне Единой России, чем справедливый. Что нетрудно, поскольку обе партии почти не расходятся в своих позициях. Все, что сделал Зотов за свою депутатскую деятельность, внес законопроект о снятии запрета на рекламу пива на спортивных мероприятиях и поддержал Единую Россию в обведении новых ужесточений за участие в несогласованных властями ручных акциях. Это на все, что не хватило сил. Между делом, он приятель губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, который в 2011 году был исключен из Единой России за дискредитацию партии, за требование выплаты ему компенсации после ухода с поста губернатора и в 2013 году осужден за взятку в 40 миллионов рублей на срок 9,5 лет. Николай Левичев, бессмертный, бессменный спутник Миронова по РПЖ в партии жизни. В 2009 году глава списка СР на выборах Мосбурдуму. Результат 5,5%. В 2011 году формальный председатель справедливой России, вице-спикер Думы. В 2013 году выдвинут СР кандидатом на пост мэра Москвы. Опять имитация оппозиционности. Результат 2,8%. И в конце концов в 2016 году за свои заслуги перед режимом ушел на политическую пенсию, назначен членом Центральной избирательной комиссии. В 2012 году он говорил вот такие слова. Вот как имитируется оппозиционность. Мы поможем вам почистить свои ребят, жуликов и воров. Это он обращается к Единой России. А не лизать, извините, задницу начальству, подтирая ее приукрашенными бюллетенями. Он бросал слова «феодальное наемничество», «острова авторитаризма, где царит бесправие и насаждается политическое холуйство». И сам благоденствовал на этих островах, получая мзду от тех самых поместников-феодалов, что обосновались в Кремле. Каких только персонажей не знала о справедливой России. В ее рядах Василий Шестаков, бывший тренер Путина, который приватизировал слово «Родина», как сейчас «Русский марш» тоже приватизирован, превращен товарный знак. Два сезона в парламенте он был, не вымолвив ни слова, ни веся ни одного проекта. Илья Пономарев, один из топ-менеджеров компании «ЮКОС», затем любительный министр Рейнмана и замруководителя экспертного совета при президенте Медведеве, советник Виксельберга, президента фонда «Сколкова» ВСР, он был членом Центрального совета партии, а в 2011 году стал вдруг одним из самых видных белолеточников. Партию прошли семейным подрядом отец и сын Гудкова, всерьез решившие, что белолеточники – это к чему-то готовая позиция, а не фальшивка, придуманная властвующей группировкой. В результате эта группировка обнулила их политический потенциал вместе с семейным бизнесом. Еще были такие депутаты потомственные, можно сказать, вот Оксана Дмитриева и Елена Мизулина, 18 лет в Государственной Думе, постоянно на телевидении, вы их знаете, но из партии они ушли, а эта партия для них была таким местом пребывания, временным местом пребывания. Характерное сообщение о «Справедливой России» – около 100 кг долларов в коробках вынесли сотрудники ФСБ и Следственного комитета из петербургского сети «Инвестбанка». Изъятая сумма – более 7 миллионов долларов – принадлежит депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия» Алексею Васикову, широко известному благодаря инициативе наказывать мужчину за аборт беременной от него женщины. Кроме того, в кассе был найден чемодан с дополнительной неучтенной суммой валюты. Все, что мы видим от «Справедливой России» – это имитация оппозиционности, отсутствие какой бы то ни было принятной позиции. В нее в эту партию идут те, кто хочет выслужить себе карьеру и политическую пенсию. «Справедливая Россия» – это поистине проходной двор для предателей, прежде всего предателей народа, к представительству интересов которого «Справедливая Россия» в принципе не может иметь никакого отношения. Можно ли голосовать за партию, которая является чемпионом по переобуванию? Можно ли испытывать доверие к отстойнику для предателей всех идеологических направлений? Можно ли считать, что мусорное ведро когда-то будет представлять чаяние народа? Нет, нельзя. Именно поэтому велик шанс, что барьеры на выборах не переползут, но их через этот барьер будут перетаскивать. И именно поэтому русские люди ни в коей мере не должны поддерживать эту партию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова